Я хотел бы сегодня Начиная с 10 главы То есть в своем послании апостол Павел очень много внимания уделил одной важной теме, о которой мы сегодня с вами будем говорить Особенно это, конечно, важно перед хлебопреломлением, потому что она с этим непосредственно связана Но в действительности эта тема намного больше, чем просто хлебопреломление И вот в 10 главе первого послания Коринфянам вначале апостол Павел рассказывает о разных сложностях в жизни израильского народа, в истории израильского народа Говорит, что все это лишь внешние образы тех духовных вещей, через которые проходим мы, с которыми сталкиваемся мы с вами И после, смотрите, апостол Павел пишет, казалось бы, такую необычную вещь 14 стих Итак, как бы подводя некую черту всему вышесказанному Возлюбленные мои, убегайте идолослужения До этого вроде бы он ничего не писал про идолов, да, ну, писал о разных проблемах, но конкретно там, так, чтобы разбирались, идолы не было И вдруг он пишет Избегайте идолослужения Я говорю вам, как рассудительным Мне кажется, знаете, это очень важно Когда ты говоришь рассудительным людям Мне иногда кажется, что огромное количество христиан является людьми нерассудительными То есть все, что бы ты им не говорил Там, люди, бывает, принимают Все, чему их не учат Однако, Слово Божье нас учит Все, что вы слышите, вы должны рассуждать Вы должны сверять с Писанием Не важно, какие титулы у проповедника Не важно, сколько хорошего этот проповедник сделал Но важно знать, что он говорит Уметь рассуждать Это не оскорбляет Духа Святого Когда мы рассуждаем о проповеди, да Это, наоборот, польза Апостол Павел говорит Я вот вам, как рассудительным То есть, если вы нерассудительны, то вообще смысла нет Слушать все то, о чем мы сегодня будем говорить Особенно это относится вот к интернету Там много таких ВКонтакте сидят Нерассудительных прямо Там трансляция каким-то образом вышла У нас там по 15 тысяч смотрят Одновременно Целый мини-стадиончик Там такое пишут, бывает Нерассудительные всякие Ну ладно А что вы хлопаете? Радуйтесь, что вы рассудительные Я так понимаю Вот было бы хорошо Если бы рассудительные были все здесь А нерассудительные там базарили ВКонтакте Но проблема здесь тоже Втерлись в наши ряды нерассудительные Но я сейчас не про нашу церковь Я про другие церкви Такие церкви есть в Киеве, в Москве Вообще ничего не рассуждают Вообще В Екатеринбурге как-то у нас получше все с этим С рассуждением Правда же? Повернись к ближнему и скажи Слава Богу, мы с собой рассудительные Прям И скажи человеку с другой стороны И мы оказались в рассудительной церкви Вот не такая Церковь такая Сколько таких церквей? Нет Мы После рассуждения Рассудимые Может и не надо Делать так Хорошо, давайте дальше Видите, как глубоко Дух Святой Нам раскрывает Писание сегодня На одном слове Столько внимания Я говорю вам как рассудительным Апостол Павел был человек веры Я тоже верю Что сегодня мы общаемся с рассудительными Сами рассудите о том, что говорю Чаша благословения Которую благословляем Не есть ли Приобщение крови Христовой Хлеб, который преломляем Не есть ли приобщение тела Христова Один хлеб И мы Многие Одно тело Ибо Все причащаемся От одного хлеба Посмотрите на Израиль Видите, апостол Павел снова Приводит в пример Жизнь израильского народа По плоти Те, которые едят жертвы Не участники ли Жертвенника Что же я говорю То ли, что Идол есть Что-нибудь Или Идоложертвенное Значит Что-нибудь Нет Но что язычники Принося жертвы Приносят бесам А не Богу Но я не хочу Чтобы Вы Были В общении С бесами Не можете пить чашу Господнюю Чашу Бесовскую Не можете быть участниками В трапезе Господней В трапезе Бесовской Неужели мы решимся Раздражать Господа Разве мы сильнее Его Все мне позволительно Но Не все полезно Все мне позволительно Но Не все назидает Никто Не ищи своего Но Каждый Пользы Другого Вы знаете В христианстве Вот что мы научились Мы научились Пугаться Мы часто Придумываем себе Какие-то разные Страшилки И Коллективно Массово Дружно Их пугаемся Вот Одна из таких страшилок Это Идолы Бесы И демоны Всякие И мы верим Что есть какие-то Заклятые вещи Заклятые предметы Заклятые какие-то Ну изображения Может быть И Немало Я читал в христианстве Книг Что Вот Эти заклятые вещи Если там Внесешь в квартиру Там Или еще что-то с ними Делаешь Через них Силы тьмы Начинают действовать Там всем людям плохо И Ну и на самом деле Плохо Потому что По вере ваше Да будет вам Как верят Так и получают В действительности Посмотрите Давайте Подумаем Что же Павел Говорит нам Про идолов И апостол Павел Смотрите Очень четко Показывает Очень четко Показывает Девятнадцатый стих Что я говорю Павел говорит То ли что Идол Есть что-нибудь То есть Представляет ли Из себя Что-нибудь Идол Хорошее Плохое Неважно Представляет он Что-нибудь Из себя Нет Отвечает Павел Или Идоложертвенное Значит Лишь Что-нибудь Нет То есть Нет Никакого Особого Знаете Сил В идолах Нет Ничего Там Какого-то Такого В идоложертвенных Яствах Ничего Нет Особенного Чего Нам бы С вами Стоило Пугаться Или О там Проклятие Какое-то Ой Колдовство Пошло Перестаньте Ну что вы Ну 21 век Ну нет В этом Ничего Павел 21 век Назад Это понимал Ну нет В этом Ничего Нет Ничего А опасность Все-таки Есть Да Есть И Павел Поясняет Какая же Вот вроде бы Выдали Ну нет Ничего Там Особенного Ну нет Ничего Страшного Ну нет Ничего Страшного Выдала Жертвенным Нет Ничего Страшного Нет Ничего Особенного В чем же проблема Павел Говорит Нет Да Нет Ничего особенного там выдалах там что-нибудь такого что-нибудь выдала жертва нет но смотрите язычники то что язычники приносят жертвы приносят же приносят бесам а не богу а я не хочу чтобы вы были вообще не с бесами опасность не выдала каких-то таких страшных и ужасных опасность павел говорит то что язычники приносят до жертвы в самом служении бесам есть опасность что же это за такое само служение потому что мы знаем что все народы имели какие-то свои религии национальные у нас поклонялись там перуну гириле дач богу там поклонялись скандинавы разным там тору и прочим богам разные были боги разные были но принцип был один людям нужен был бог для определенных вещей в их жизни для помощи для поддержки для удачной охоты в общем чтобы идол помог им устроить здесь свою земную жизнь и в центре всегда в центре языческого служения находился сам человек со своими нуждами со своими проблемами находился человек и павел показывает насколько разница с богослужением потому что в центре богослужения настоящего богослужения не человек и не нужды человеческие а бог сам господь все вокруг него и об этом не только говорит ветхий завет об этом немало говорил иисус уже в новом завете да смотрите он показывал говорит что ищите прежде царство божьего и правда его то есть в центре вашего духовного поиска в центре вашего служения должно находиться царство божье не то что богу не важны ваши болячки ваши нужды ваши проблемы ваши стрессы бога это важно но это не может быть центром потому что этот центр чего и дала поклонства это центр языческого служения у вас же в центре царство божье и если говорит иисус вы будете искать царство божье прежде Jessica И правды его, Бог позаботится, и написано все остальное, что? Приложится к вам. То есть Иисус учил, не ищите для тела, что одеться там, или что вам поесть, не ищите. И что Иисус добавляет? Всего этого ищут и язычники. Они ищут, и их вера построена на нуждах, их вера построена на проблемах. Вот она суть языческого служения. Идол, ничто, поймите, ну ничто идол. Не нужно, ой, это скатерть, над ней изображен дракон, ой, это ужас, проклятие, бесы будут по моему дому. Это придумки все. Человеческие придумки. Опасность, идолослужение. Это именно эго наше. Эго человеческое в центре всего. И когда мы говорим об этом, тогда мы понимаем, что очень легко в христианской церкви заниматься идолослужением. Да, ты называешься правильно, Господь Иисус. Все у тебя по-христиански, все прям с библейской терминологией. Но суть-то остается старая, языческая. В центре твоей веры всегда находишься ты сам, со своими нуждами и со своими проблемами. Ты в центре всего этого служения. Ты находишься. И поэтому, драгоценное, у нас так много и вопросов. Потому что если ты в центре твоей нужды и проблемы, ты, Бога, начинаешь не понимать. Потому что всегда, по твоему мнению, Он не так досконально все делает, чтобы решить твои проблемы. Что-то забывает, что-то пропускает, что-то вообще оставляет без ответа. И тебе непонятно. Хотя пророк Исаия, он давно нам сказал, послушайте, Божьи мысли не наши. Как небо выше земли, так и Божьи мысли выше наших. Если мы пытаемся нашей логикой оценивать Божью работу на этой земле, почему Он что-то делает, или наоборот, почему Он что-то не делает, мы всегда в недоумении. Потому что нашего ума, там, какой бы ты умный не был, хоть Григорий Перельман, но недостаточно, чтобы это все понять и осознать. Как небо выше земли, попробуй допрыгнуть до неба, так Божьи мысли выше твоих. Здесь играет только роль одна вещь. Это полное посвящение доверия Господу. Я не все понимаю, я не все знаю. Мой ум не в силах охватить это. Но в центре моего служения Бог. И я посвящен Ему, и я поклоняюсь Ему, когда я знаю и когда я не знаю. Когда все происходит так, как мне хочется, и когда происходит, как вроде бы не хочется. Когда я могу это понять, и когда я вообще ничего не понимаю. Я все равно поклоняюсь Ему, я все равно служу Ему, я все равно превозношу Его имя, потому что в центре Он, не я и не мой ум, а Он, Господь Иисус Христос. Поэтому, дорогая церковь, избегайте идолослужения, потому что идолослужение отлично находит себе место в христианских рядах. Отлично находит себе место. Потому что драгоценное. Апостол Павел здесь сравнивает нас с телом. И, понимаете, когда Бог создал человека, Бог сказал им, что плодитесь и размножайтесь. И люди стали плодиться, размножаться и наполнять землю. Но все равно внутри нас изначально заложена негая тяга. Тяга к единению. К единению друг с другом. Есть вот это желание собраться, соединиться, не просто формально, а вот по-настоящему внутренне. Это заложено в сердце каждого человека. Вот у нас недавно только в нашем городе закончились матчи. Там они где-то в столицах продолжаются. Мы уже все, отыграли тут свое, да? И я не знаю, как вы, но в прошлое воскресенье тут тоже кто-то играл в нашем городе. Кто-то с кем-то, не помню уж кто и с кем. Но мы с семьей пошли гулять по центру. Благо сейчас мы в центре находимся, и можно просто выйти, и ты уже в центре города находишься. И мы ходили и гуляли, и как раз там матч готовился, и город был переполнен болельщиками, просто людьми типа нас, которые ходили глазеть на болельщиков, иностранными болельщиками, местными болельщиками, ну, у кого только не было. Кто-то, может быть, ходил по центру, да, в прошлое? Видели, да, сколько народу было, сколько народу было, да? Вы знаете, вот я вот хожу, смотрю, и вот видно, что людям хочется вот собраться всем вместе, вот. Вот хочется собраться. Мы почему-то такой стадион отгрохали, вот четыре матча стадион, что сейчас нам, это стадион кому нужен здесь, но все равно отгрохали, чтобы собраться вот как-то вот, вот взяться всем вот как-то за руки, и ощутить вот это единство, которое когда-то было, и которое мы, тем не менее, потеряли. И вот когда ходишь и смотришь, там, кто-то где-то на трубе играет, ну, да, там, тут же уличные музыканты, с кем-то фотографируются там какие-то экзотические, то ли мексиканцы, то ли кто-то там приезжал, да, в сомбреро были, да, вот, с ними пофотографироваться еще. И вот, знаете, и вот такое чувство, что вот люди ходят, ходят, вот, вот. И вот ты ходишь среди них, и вдруг внутри отчетливо понимаешь, что как-то вот тяга-то есть, а вот это воединение, несмотря на то, что мы тут все съехались в центр Екатеринбурга, а у него как-то его нет. Вот ты ходишь, ходишь, и постепенно такая пустота приходит, что вот вроде хочется единства, и ты ощущаешь, причем ты же понимаешь, что тут люди-то в основном все, как говоря по-христиански, неверующие, а у них тоже есть тяга к этому единству, правда же, разве нет? Есть у нас заложено, как вот мы разошлись все, плодились, размножались, разбрелись по всему лицу земли, а вот это желание быть вместе, оно ведь остается внутри. Я не знаю как, в духе, генетически, но как-то передается в нас. Вот это тяга к единению, желание к единению. Или вчера у нас, или позавчера, когда у нас ночь музыки-то была, да? Да, вот тоже вот моя дочь играла, и мы тут ходили было, ну, мы, конечно, не всю ночь ходили, но так около 12, вот походили по городу, посмотрели на эти кумиров из 80-х годов, или даже из 70-х там кто-то был, вот, как эти пенсионеры тут веселят аудиторию у нас на главной площади Горвода, вот, и тоже толпа людей, все, ну, как бы, типа музыку пришли себе послушать, вот, и вот ходишь среди этой толпы, и тоже видно, вот, думаешь, а что вот они сюда приехали? Ну, не на них же пенсионеров из 80-х смотреть. Там уже ни драйва, ничего не было, реально. Зачем? А вот хочется вот как-то вот, хочется собраться всем вместе, и вот ощутить некое единение. Я думаю, скорее всего, именно из-за этой тяги люди съезжаются там в другие страны, вот, на матчи на эти всевозможные. Ну, вот как-то все объединиться. Потому что, ну, по моему трезвому мнению, объединяться на основании кучки мужчин, пинающих надутый резиновый шарик. Смешно. Так вот посмотришь, думаешь, ну, венец творения, что за ерундой-то занят здесь? 30 тысяч смотрят, как вот этот резиновый шарик надутый, пинают представители разных стран туда-сюда. Ну, хоть что-то, вот хоть что-то, даже ради этого резинового шарика. Поедем в далекий Екатеринбург, из Египта. Посмотреть. Да что они приезжают? Посмотреть. Да не посмотреть они сюда приезжают. Сегодня можно в прямом онлайн режиме посмотреть любой матч, прямо из утюга, когда гладишь. Разве нет? Посмотреть, счет узнать. Да сегодня не нужно никуда ехать, чтобы узнать, что прямо сейчас происходит, день там в Австралии, а? Или в Южной Африке. Да не ради посмотреть, и не ради счета. Они приезжают, вот пережить вот это единение, которому мы все тянемся так. Которое заложено в нас, вот хочется вот это. Я, конечно, понимаю, для меня такое хорошо об этом говорить, потому что я никаким образом футбольным болельщиком не являюсь. Бог меня освободил от этого поклонства, слава ему вовеки. Но если ты еще не до конца свободен, ты меня понимаешь. Вот есть эта тяга, есть это желание. И все Евангелие, оно нам показывает, что Бог показал нам настоящее единение, которое мы можем переживать. Не только с Ним, а друг с другом. Вот это единение, которое Павел называет единением тела. Единением тела. И это все построено не на нашем эго. Не на том, что мы все к себе, к себе, к себе, к себе. А вот я еще раз прочитаю 24 стих, да, 23 стих сначала. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидать. Мне нравится в современном переводе так говорится. Все мне можно, но не все делает меня сильным. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. И вот здесь апостол Павел нам показывает, что есть настоящее единение, о котором каждый человек, независимо, христианин, не христианин, из Египта, из Уругвая, или не дай Господь из Мексики. каждый мечтает об этом, каждый стремится к этому. Вот это единение. И Бог дал нам это единение, Бог дал нам, и Он называет это единение телом Христа. По сути, это же и есть церковь. Вот сегодня во многих протестантских кругах спорят, а что такое настоящая церковь? Вот что такое церковь? Как понять, что такое церковь? Это просто и одновременно сложно, потому что церковь это и есть, это фантастическое единение, о котором мечтает каждая человеческая душа. Вот это единение. Поэтому церковь это не просто формальное собрание одной из мировых религий на этой земле. Церковь это и есть вот это единение, в котором исполняются чаяния нашего сердца. Вот слиться так по-настоящему, чтобы ощутить себя в ближнем, увидеть себя в ближнем, возлюбить ближнего, как самого себя. Вот это жажда, это мечта. И вот мы переходим к 11 главе, да, следующая глава. Павел опять, конечно, в его послании очень много разных мыслей, но я стараюсь брать только относящиеся к телу. В 11 главе, то, что мы часто читаем во время причастия, да, каждый думает о пользе другого, и Павел показывает, как это делать практически 20 стих 11 главы. Далее, вы собираетесь так, вот собрание, собираетесь, собрание, как по-гречески звучит собрание? Клесия, церковь. То есть вы собираетесь, я бы так перевел, церквуетесь, отцерковляетесь, воцерковляетесь, не так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает, прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Нет, не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, приимите, едите сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечера и сказалось, я чаша есть, новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И вы смотрите, апостол Павел, когда он говорит о причастии, Павел и говорит, в принципе, это и есть вот то, к чему стремится каждое сердце. Как один хлеб, да, и он вспоминает Иисуса Христа, один хлеб Господь взял, преломил, раздал. И таким образом мы все словно как бы разные кусочки от единого тела. Да, мы сегодня разбросаны по разным местам, по разным городам, по разным странам нашей планеты. Но когда мы с вами все вместе собираемся, когда мы с вами все вместе славим Господа, происходит что-то особенное и удивительное, если мы по-настоящему славим Господа, если мы по-настоящему не как язычники, не как язычники. И смотрите, апостол Павел показывает, что если в центре языческого служения стоит эго, и мы перенесем эго в христианское служение, то при всем правильности названий христианских терминов, суть этого служения будет старая языческая. И Павел показывает пример, говорит, вы что не понимаете? Когда вы собираетесь на вечерю, и каждый старается побыстрее, там приходят первые, все, у нас есть служба порядка, в Коринфе не было службы порядка, все приходят, первые берут сразу, наедаются, все, он поел, попил, сел, последние пришли, там кто опоздал, вообще никогда, несколько лет в причастии не могут принять участие, все время опаздывают. И Павел говорит, вы что не понимаете? Суть-то не поесть, потому что в вашем, в том, как вы участвуете в причастии, проявляется опять-таки эго, и таким образом это превращается в обычный обряд, ничем не отличающийся от типичного язычества. Ну и что? Что вы тут правильные слова говорите, и правильные имена Божьи, но суть-то и языческая, вот побыстрее наедться, побыстрее вот это, точно так же и мы, вот бы мне вот это, чтобы у меня было все хорошо, на все мои нужды был ответ. Я, 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 я. Эго. Павел говорит, а мы причастием, смерть Господню возвещаем. А что такое смерть Господня? Иисус умер на Голгофе, и это, Библия говорит, в нем все мы умерли, для нашего эго, для наших этих амбиций, для наших горделивых всяких желаний, целей в том числе, мы умираем, и таким образом крестимся, вот в единение, в тело Христа, когда для тебя ближний и нужды ближнего становятся более важными, может быть, иногда, чем твои. Это и есть христианство, когда ты начинаешь думать о других, жить для других, служить другим, любить Бога и любить тех, кто окружает тебя. Вот что такое настоящее причастие. А когда мы участвуем в нем недостойно, не рассуждая о теле Господнем, то есть рассуждая только о себе, рассуждая только о себе, нас не нужно рассуждать, учить рассуждать о себе, наша греховная плоть все время нас сводит к себе, к себе, к себе. Есть люди, они ходят в церковь и годами, о чем бы ты ни говорил, они любую тему сводят к себе, к себе, к себе. Они на любую тему говорят о себе, о себе, о себе, о себе, о себе. Ты можешь хоть о чем говорить, все равно, в конце концов, с ними ты будешь говорить о себе. Такое большое эго. И в вере тоже они самые главные. Они вот и их жизни, и их мысли, и что они почувствовали, и что им показалось, и что вот они подумали, и вот я-я-я, 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 поэтому разделение, потому что нам тесно здесь, столько эго собралось в одном месте, поэтому мы недовольны друг другом, столько эго, поэтому на домашних группах сплетни, критика, негатив часто, почему, да столько эго собралось, а эго, оно всегда люд других критикует, эго, оно никогда не стремится к этому единению, оно стремится только к тому, чтобы оно было главным, оно было выше всех, оно было единственным, а причастие возвещает смерть Господню, Иисус умер, чтобы мы могли иметь жизнь, и во Христе все мы умерли, чтобы жизнь Божия была через нас, мы с ним соединяемся в смерти, и в воскресении, так учит апостол, то есть, понимаете, когда сегодня будем вкушать, что это означает, да, достойно, недостойно, некоторые начинают сразу опять-таки эго, может я что-то недостоин, я что-то не так сделал, и вот это пошел самоанализ, 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 самокопание, это совершенно не то, что покаяние, самоанализ, когда люди, вот такие сложные перипетии, уголки моей души, вот я прям такой весь, вот это вот прям весь такой вот, и вот поговорить, вот люблю о себе, о своих проблемах, вот о сложности своей души, вот у меня столько, столько всего, Бог говорит, ты есть простой рецепт, умирая для себя и живи для других, ну ты же часть тела, ты пойми, вот пока ты не осознаешь это, вот, ну не, я не могу сделать хорошо своей руке, чтобы не было хорошо всему моему телу, понимаете, вот, например, руке не хватает энергии, не хватает ей энергии, сил не хватает, питательных элементов не хватает, чувствует рука, что кушать надо, берет рука ложку, зачерпывает борща к жены, и куда она его? в рот рот-то тут при чем? проблема, рука должна сама себя питать, ну рука поднимает, невозможно напитать саму себя, если не напитаешь тело, понимаете? и рука питает тело, и через питание всего тела силы к руке приходят, вот это чудо! вот это чудо! я сейчас кому-нибудь глаза открыл, кто-нибудь говорит, пастор, ну наконец-то, а я не мог понять, как руку накормить? потому что хочу руку накормить, а рот не хочу, как быть? только питая все тело, ты можешь напитать руку теперь давайте перейдем к церкви, мы тело Иисуса Христа и вот мы, кто рука, кто нога, кто глаз, и всем нам надо, 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 надо ответ если тебе чего-то надо, начинай питать тело скажешь, да я глаз, мне до рта далеко мы вообще с ним друг друга не любим мы даже с ним в разные домашние группы ходим мы с ним поссорились поэтому оба голодные поэтому у обоих не хватает энергии когда ты начинаешь заботиться о других, когда ты начинаешь заботиться о теле чтобы в теле было благословение удивительным образом и к тебе оно также приходит но мы все равно, вот вроде бы так все ясно так все просто а мы все равно это не видим и не слышим и продолжаем мучиться вопросом, как сделать так, чтобы накормить руку не через рот, как-то вот через нее саму ты ее хоть как опускай но она не наестся не создана она для этого потому что если бы у нас было отдельное питание в каждой поела рука, левая нога поела хочешь, например, куда-то пойти две ноги покушали надо что-то там писать или печатать руки поели так невозможно только все тело вот точно так же и с церковью почему мы должны любить и заботиться друг о друге да потому что таким образом мы любим и заботимся и о самих себе и в этом принципиальное отличие с язычеством где все сконцентрировано только на человеческом эго и дальше двенадцатая глава апостол Павел продолжает рассуждать о теле тоже не сначала вначале он о духовных дарах пишет и вот смотрите двенадцатый стих ибо как тело одно но имеют многие члены и все члены одного тела хотя их и много составляют одно тело так и Христос ибо все мы одним духом крестились в одно тело иудеи или елены рабы или свободные и все напоены одним духом понимаешь мы все напоены одним духом мы то все хотим питаться по-разному как я в некоторых семьях видел знаете вот это же так важно в семье для единения семьи иметь хотя бы иногда совместные трапезы вот у нас сейчас одно время были ужины сейчас у нас не получается ужины там по-разному все так мы хотя бы завтраки делаем совместные но когда вся семья собирается за столом и все вкушают одну и ту же пищу это так необходимо чтобы в семье был мир и гармония потому что некоторые говорят мы не понимаем друг друга как вы можете понять друг друга вы даже не общаетесь друг с другом невозможно понять если не общаешься а в некоторых семьях вот все прибегут как шпионы на кухню раз раз из холодильника что-то и убежал к себе в комнату как комячок из двадцать пятой вселенной и вот все я урвал я урвал я наелся сидишь тут чамкаешь что-то такое радуешься Божьим благословением свидетельствуешь о них а Бог меня так сильно любит такие чудеса в моей жизни делает прям хомячок я прям сегодня негодую на язычников что-то сильно тут наверное кто-то из язычников пришел посмотри на ближнего не о нем ли сейчас речь я вот почему-то об этом говорю Бог меня как-то ведет значит для какого-то язычника да нет из язычники там в контакте все сидят херунду пишут всякую хотя что говорить там все равно никто ничего не понимает ладно говорю к рассудительным мы все одним духом крестились в одно тело тринадцатый стих иудеи или елены рабы или свободные все напоены одним духом тело же не из одного члена а из многих если же нога скажет я не принадлежу к телу потому что я не не рука то неужели она потому не принадлежит к телу если ухо скажет я не принадлежу к телу потому что не глаз смотрите то что мы едины не означает что мы все одинаковы Нет, мы все разные. Есть глаз, есть ухо, есть нога. Но это, поймите, наше различие не препятствует нашему единству. Единству препятствует наше эго. Языческое вот это вот, то, что в нас сидит, языческий душок такой. Если же все тело глаз, 17 стих, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобно, или так же голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечением. И неблаговидное наше, более благовидно покрывается. Помните, у нас есть разные люди, может быть, у нас разные отношения, но все мы нужны. И мы можем быть в единении, тем не менее. Хотя мы и так не похожи друг на друга. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все тело. Болит нога, всем плохо, даже рукам. Казалось бы, да что нам-то, всем плохо. Славится ли один член, с ним радуются и все члены. Ну, как я сказал, если ты покушал, всему телу хорошо, а не только рту. И вы тело Христово, а порознь члены. И вот посмотрите, та величайшая тяга, которая есть внутри нас к этому единению, она как раз и дарована нам. Вот это единение даровано. Где? В теле Христа. То есть в церкви. И то, что мы каждый месяц совершаем хлебопреломление, это же не просто ежемесячный ритуал. Вот мы церковь, которая должна ежемесячно совершать одни и те же ритуалы. Я думаю, это вот как раз главная опасность, которая всегда и убивала жизнь духовную. Превращение живой веры, живой духовной жизни, настоящей духовной жизни в ритуалы. Но когда мы вернемся к сути, вот подходя к подносу с хлебом, когда ты берешь один кусочек и понимаешь, что вот это словно ты и есть. И у ближнего, и у соседа ближнего, и во всем ряду. Все мы словно эти кусочки с одного единого хлеба, который есть тело Христа. И когда мы пьем, да, мы пьем словно из единой чаши, которая есть, кровь Иисуса Христа. И когда это не просто обряд, не просто ритуал, когда в этом есть сердце, когда мы ощущаем единение с Богом, единение с нашими ближними. Присутствие Бога наполняет нас. И это не просто обряд, это не просто какой-то ритуал. А это то, к чему мы стремились всю свою жизнь. Это то, ради чего Иисус взял все наши грехи, все наши эгоистические стремления, все наши амбиции, все наши проклятия. И умер. Взял на себя наказание за нас, чтобы даровать нам это благословение и единение. Не случайно, последняя молитва перед распятием Иисуса Христа, да, так называемая первосвященническая молитва Иисусова, одна из величайших молитв, это 17 глава Евангелия Теана, в основном посвящена теме единения. Когда Иисус молился о чем? О единении. Не о формальных собраниях, не о формальных слетах. Потому что иногда разные христианские большие мероприятия, конференции, мне порой напоминают вот это в наши праздники, в центре города, когда все люди съезжаются вот с желанием, так хочется как-то вот ощутить единение. Но походишь там, потусуешься, и вдруг понимаешь, что хочется-то хочется. И людям, которые здесь собрались, тоже всем хочется. О единении-то какого-то не получается. Вот то, чего хочется, не получается. Самое печальное, когда такое же переживается в церкви. Мы съезжаемся, вроде все верим в Иисуса, у всех у нас Библия, а единение-то не получается. Какое-то разделенное мы друг с другом, друг на друга смотрим, каждый в своих заботах, каждый в своих каких-то таких тревогах, в нуждах, о помощи, о поддержке, молится каждый. А мы не понимаем, что только соединившись, мы получим часто ответы на свои нужды, на свои проблемы. Потому что напитаться порой, вот то, в чем мы нуждаемся, реально, только когда все тело питается, а не когда ты там что-то отдельно урываешь себе с небес. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Аллилуйя! Я хотел бы, чтобы вы сейчас представили те яркие образы, которые нам дает апостол Павел, показывая, что такое церковь. Церковь – это не религиозный институт, это не группа людей, которые там собираются, чтобы какие-то свои обряды, ритуалы отправлять. Да? Церковь – это тело от тела. Говорит, прежде всего важно осознать себя частичкой единого организма. А это означает, что твои благословения, твои радости, твои печали зависят от всего организма. Эго пытается выделить, чтобы рука думала только о руке, нога думала только о ноге, глаз думал только о себе. Вот что делает эго. Чтобы мы были зациклены на себе, отделяли себя. Но вы знаете, как приятно видеть гармоничное, единое, сильное тело, так же неприятно видеть тело расчлененное. Именно наше эго все это расчленяет, разделяет, разрывает. Превращая место, которое призвано быть оазисом божественной любви, просто в религиозное сборище людей, которые друг к другу ничуть не ближе, чем футбольные фанаты в центре города. И которые так же не переживают вот этого гармонии едидения, как вот эти люди, собравшиеся на стадионе. Просто покричать, просто пошуметь, просто помахать, а потом разъехаться такими же одинокими и пустыми. Нет, мы не еще одна земная организация. истинная церковь – это созданное Господом тело, где как разные кусочки единого хлеба, так и мы, разные частички единого тела, неразрывно связаны друг с другом, поэтому призваны думать о других. Потому что при благословении тела и ты будешь благословен, а при проблеме в теле проблема и у тебя будет. Всемогущий Бог, благослови, благослови, Боже, благослови, Господи. Каждого человека на этом месте, мой Бог, открой наши уши, чтобы мы услышали это, Боже. Потому что именно в этом и проявляется настоящая любовь. Любовь – это забота о другом, забота о развитии другого, забота о росте другого, забота о продвижении другого. И когда мы будем заботиться друг о друге, тогда все тело будет благословлено. А когда все тело будет благословено, значит, и мы будем благословенны. И служат другим. Таким образом благословение приходит и в нашей жизни. граждане. Но в центре не мы и не наши проблемы. В центре Ты, Господь, Христос. Я молю, мой Бог, чтобы мы не были язычниками, мы не были, Боже, зацикленными на себе эгоистами. Меняй нас, Господь, преобразуй, чтобы мы не были как люди века сего. Преобразуй нас, преобразуй наш разум, наше понимание во имя Иисуса Христа. Преобразуй, Господь. Аллелуя. Чтобы мы были настоящим телом, настоящим телом, неформальным, не религиозным, не только на словах. Мы видим сегодня, эгоизм разрывает тело Христова. Эгоизм священнослужителей, пасторов, проповедников разрывает церковь на деноминации, на конфессии. Эгоизм прихожан разрывает, разрывает общины на группе, на враждующие лагеря. Но когда мы участвуем в вечере Господней, мы смерть Господню возвещаем, Иисус умер, отдал свою жизнь, чтобы другие были спасены. И без этого великого принципа жертвы невозможно жизнь тела. без заботы всех членов тела друг от друг невозможна жизнь в теле. Я молю, Боже, благослови каждую домашнюю группу, чтобы все работало на единение и на созидание. Благослови, Господи, каждое служение, чтобы оно работало на единение и на созидание. Благослови, Боже, каждого прихожанина, чтобы мы все работали на единение Церкви тела Христа. Потому что только так мы получаем то, о чем мечтаем, к чему тянемся. Это потерянное единение, потерянное единство, потерянное когда-то гармонию. Которую мы все стремимся. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе,